Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения «Чуваши» программы «Спортивные надежды» и сегодня мы познакомим вас с новым физкультурно-оздоровительным комплексом по Эггерскому бульвару при детско-юношеской спортивной школе имени Валерьяна Соколова. В Чебоксарах одним спортсооружением стало больше. Раскрыл свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс по Эггерскому бульвару, в котором разместилась детско-юношеская спортивная школа имени Валерьяна Соколова. Ребята, увлекающиеся боксом, говорят, что готовы заниматься в любых условиях, но оттачивать свое мастерство в новых залах, конечно, приятнее. Константин Бойко и Вадим Каюков занимаются в школе Соколова не первый год и уже успели оценить свой переезд в новый зал. Я и мы вообще все рады, все спортсмены, что появилась такая возможность в Ново-Южном районе. Ну, спасибо строителям, что устроили там такой ФОК. У нас теперь есть возможность в Ново-Южном районе ходить сюда, бассейн, пару лицов, боксеры. Обещаем, что будем результаты, будем готовиться, выигрывать. Мы очень рады, что появилась такая возможность заниматься боксом, развиваться в этой области. Мы обещаем, что будем заниматься, готовиться к соревнованиям, у нас будут лучшие результаты. Открытие ФОКа стало настоящим праздником не только для спортсменов, но и для тренеров школы и ее руководства. Директор Валерий Лаптев – победитель Кубка мира 1983 года, чемпион Европы и СССР. Поэтому, как никто другой понимает, насколько результат, показанный на соревнованиях, зависит от условий тренировок спортсменов. И сегодня вот то количество людей, которое, конечно, безусловно, возросло с введением нового физкультурно-оздоровительного комплекса, мы обязательно приведем это количество в качество. Это законы природы, которые мы будем сохранять, поддерживать и улучшать. В новом здании одновременно могут заниматься физической культурой и спортом до 150 человек. Под занятие боксом здесь предусмотрено два зала. Первый – специализированный зал с боксерскими мешками. Во втором зале проходит основная часть тренировок. Открытие этого центра, скульптурно-оздоровительного центра, помогает, конечно, боксерам прямо на месте проводить полный цикл тренировочной работы. Здесь и бассейн, зал бокса, тренажерные залы, лесопарковая зона, тут рядом, пожалуйста, выходите, бегайте, кроссы, работу на дороге делать. То есть восстановительный центр есть, то есть ребята полностью имеют полное обеспечение для работы, для достижения результатов. Предполагается, что теперь здесь будут проводиться городские и республиканские соревнования, а возможно даже и рангом выше. Уверенность в том, что физкультурно-оздоровительный комплекс будет способствовать росту развития бокса в республике, выразил и Валерьян Соколов, олимпийский чемпион 1968 года, уроженец Урмарского района, имя которого и носит спортшкола. Долгожданное сооружение будет на радость боксерцам, ребятам, молодым тренерам. У них будет хорошее условие для развития видов спорта. Я абсолютно уверен, что ГИЦ поможет и спортивные результаты ГИЦ повысить. Больше количества ребят, молодых ребят, девчонки, в общем, могут увидеть возможность в таком прекрасном фоке заниматься, тренироваться, повышать спортивное мастерство. Сейчас в школе занимаются около 400 боксеров разного возраста, но это число увеличивается, так как набор воспитанников на новый учебный год продолжается. Есть одно немаловажное условие – ребята должны быть старше 10 лет. Все-таки бокс. Планируем, что будет очень много детей, и среди них появятся новые звезды, может быть, и олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы. Надеемся, что год, два, три, и мы уже будем смотреть не только по чувашскому телевидению, но и по российскому. Помимо профильного вида спорта – бокса, в школе Соколова развиваются тяжелая атлетика и пауэрлифтинг. Также в фоке предоставляются услуги и для населения. Физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен 25-метровым бассейном с четырьмя дорожками. Для всех желающих работают и тренажерные залы, расположенные на первом и втором этажах. Для кого-то новый учебный год, для кого-то новый соревновательный сезон. В Чебоксарах есть две муниципальные профессиональные спортивные команды. Это баскетбольный клуб «Чебоксарские ястребы» и недавно сформировавшаяся хоккейная дружина «Чебоксары». Каждая из команд уже нашла своего болельщика. Присоединиться к ним может каждый. Домашние игры чебоксарских хоккеистов в рамках первенства высшей лиги проходят в Ледовом дворце «Чебоксары-арена». Сердца чебоксарских болельщиков. Будем стараться все сделать для победы. В отличие от хоккеистов, место проведения домашних встреч чебоксарских ястребов изменилось. Теперь игры чемпионата России среди мужских команд второго дивизиона будут проходить в муниципальном зале республиканского центра маунтинбайка. Шанс в будущем пополнить среды наших хоккеистов, баскетболистов, войти в состав сборных республики и даже страны по различным видам спорта есть у каждого. Набор спортивной школы продолжается вплоть до октября. Поэтому те, кто по каким-либо причинам еще не записались в секции, откладывайте все дела и вперед. Не оставляйте спорт на завтра. Не упускайте возможности вписать свое имя в спортивную историю. Редактор субтитров А.Семкин